Сегодня, в 2001 году, стоит вопрос о том, чтобы бизнес, который построен в рамках не только этого предприятия, а Уральской горно-металлургической компании, был понятен, прозрачен, потому что мы к этому всё равно придём, хотим мы этого или не хотим. Это одно из необходимых и обязательных условий для работы с западными инвесторами, громкие слова, опять же, просто с теми, кто хочет с нами работать, так скажем. И по возможности, чтобы те жизненные процессы, которые постоянно влияют на этот бизнес, как в негативную сторону, так и в позитивную, особенно в части негатива, мы смогли оперативно найти решение по тому возмущению, которое в виде негатива вносит жизнь в процессы работы нашего холдинга. Это на данный период времени действующая задача, которая несопоставима с той, которую приходилось решать в 1995-1996 году. Это абсолютно разные вещи, на самом деле. Ну и мы другие. Потому что если бы сегодня мы занимались, допустим, с той командной управленцем, о которой я говорю, только, допустим, одним предприятием, в общем-то, больших проблем-то нет на самом деле. Мы занимаемся группой предприятий, которые фактически выстроены по отраслевому принципу в семи регионах Российской Федерации. Это всё другое. И принцип другой, отношение другое, и жизнь другая. И то, что приходится решать, тоже имеет совершенно другой уровень. Ну, понятие очень простое, что если мы говорим с западными партнёрами, с банками или с инвесторами, дав им нашу отчётность и то, как мы ведём этот бизнес, чтобы с бумаги было понятно, что происходит и как происходит. Вот если этого мы добились и документально подтвердили, чтобы люди, прочитав документы, о которых идёт речь, для себя могли всё понять и сделать соответствующие выводы, с помощью которых можно было бы принимать решения, в этом плане я понимаю слово прозрачности. Сусла о китах. В Советском Союзе было принято врать, пионерский слёт, там, я не знаю, комсомольцы, партийцы и так далее. А врать, обманывать, накалывать друг друга, это была практически норма поведения. Знаете, любого нормального европейского человека шокировало бы поведение девушки, которая приходит на свидание, специально опаздывая на полчаса, пусть он поволнуется. Никогда в жизни ни одному французу или англичанину, или англичанке, или французу такое не взбрело в голову. Никогда бы ни одному ревностному итальянцу не пришло бы в голову сделать так, чтобы его любимая переживала и его бы ревновала. Это в понятие не укладывается. Другая система отсчёта. У нас система отсчёта очень простая. Люди вырвались из-за стенка, им быстро надо заработать. Каким путём? А тем единственным, которое они знали тогда. Прошли годы, и сегодня мы понимаем, что вот та трагедия, которая произошла, когда мир научился жить без нас, она когда-то, это реаль, должна закончиться. И мы, как великая страна, всегда были великой страной, но мы, как сегодня великая страна, пусть не очень демократическая, но уже свободная, должны каким-то образом стать частью того мира, который научился жить без нас. И сегодня уже появляются примеры, когда вот эти киты, о которых я говорил несколько лет назад, начинают худеть. Потихонечку, очень болезненно, потому что значительно проще обмануть ближнего своего и не забыть про дальнего, потому что дальний может приблизиться и обмануть тебя. Вот потихонечку это приходит в сознание, понимаете. Одна вещь была в этой стране, в России, сделана абсолютно гениально. И я тому, думаю, что очень хороший пример. Когда нам сказали, ребята, вы будете платить 13% налога, и все. Я как адвокат, ко мне приходят люди и говорят, а можно вот, у меня тут гонорар, я достаю чемодан. Я говорю, не надо, я вас умоляю, не надо. Я хочу заплатить, что это 13%, я хочу заплатить 13%. Я не хочу, чтобы ни одна скотина пришла ко мне и сказала, откуда у вас дорогая машина, откуда у вас этот офис, и так далее. Не хочу, я хочу заплатить 13% и послать всех далеко. Долго. Продолжение следует...